Снова здравствуйте! Мы с вами в очередной раз приехали на наше традиционное место, где приводим к точному бою наши прицелы, как теплоизоляционные, так и дневные. У нас с вами новинки на обзоре и в дальнейшем, в течение этого года, мы будем тестировать их. Это компания Сайтонг, официальный представитель или, как правильно сказать, официальный дистрибьютор, который продает их. Это сеть магазинов Охот Актив. Сейчас мы с вами установим и попытаемся привести к нормальному бою прицел, а саму гляделку мы уже протестируем и покажем вам на Охоте. Благодаря ней мы будем искать трофеи, ну и, соответственно, с прицелом будем ходить скрадывать и пытаться добывать, стрелять на различные дистанции. Так как у прицела несколько сеток пристрельных, не сеток, а, как правильно сказать, режимов пристрелки, там, по-моему, до 8 штук, то можем пристрелять на 50 метров, 100, 150, 200, 300, 350, либо на разные виды оружия. Сейчас мы отсчитали 60 шагов, поставим на карабин, сделаем несколько выстрелов, откорректируем и зафиксируем эту пристрелку. После отойдем еще на 110 шагов, ну, примерно, потому что было метров 100, 90, и уже произведем контрольные выстрелы под второй режим пристрелки, который будет у нас примерно на 100 метров. И также проверим, какие есть у него уровни обнаружения. Это режимы горячий-красный, горячий-черный, туман, горячий-белый, там, разноцветная радуга. Все это вам покажу, так как на прицеле есть функция записи видео, и, насколько мне известно, он еще осуществляет функции записи звука, что есть не во всех приборах. Монтируем на оружие. Комплектация прицела идет вот в такой шикарной сумке-переноске. В комплект идет руководство по эксплуатации. Руководство по эксплуатации полностью на русском языке. Также можно скачать приложение и через приложение смотреть все, что записывает прицел, либо гляделка на своем телефоне. Выглядит очень богато. На первый взгляд, прям очень-очень богато выглядит. Теперь нужно его смонтировать. По-хорошему, конечно, когда совсем на постоянку, нужно ставить их на фиксатор резьбы. Но так как я думаю, что здесь четыре их, и там внутри еще есть какие-то стопорочки, никуда у нас он не денется. Здесь на креплении имеется стопор, чтобы на планке вивера прицел никуда не уходил. Когда затянется, чтобы никуда стоял, чтобы четко. В комплект входит зарядное устройство, дополнительные батареи в прицел и шнур для подключения энергоаккумулятора. Если вдруг на охоте у вас прицел разрядился, батарейки разделились, то можно всегда подключить энергоаккумулятор, который будет у вас там в кармане, через шнур будете питаться, и вы сможете дальше продолжить охоту. У данного прицела есть дальномер. И сейчас мы свои 60 шагов сможем с помощью него попробовать измерить. Но для этого нам нужно изучить еще инструкцию. А так как мы привыкли сначала поставили, постреляли, а потом изучили инструкцию, то мы ее изучать будем после. Ну что, сейчас попробуем сделать с вами пристрелку холодную. Как мы делаем на дневной оптике, так попробуем сделать и здесь. Пока более-менее светло, мы сейчас затвор вытаскиваем, смотрим и как в ствол, так и в прицел. Мы увидели фольгу. Сегодня мы с собой крышки от банок не брали, соответственно, спички тоже не брали с зажигалками. Будем пробовать стрелять по фольге. Посмотрим, что из этого получится. По холодной пристрелке и фольгу видно более-менее в прицел. И по стволу пока видно, что ствол и прицел смотрят в одном направлении. Сейчас сделаем один выстрел, посмотрим, куда все прилетит. У прицела вот здесь наводится резкость, что, кстати, очень классно. Сейчас прям подвел. И вообще хорошо видать, где мало я повесил фольги, где побольше. Здорово. На самую ближнюю кнопку к нам идет увеличение. На вторую после фотоаппарата идет смена палитр. Стрелять будем на палитре горячий черный. Сейчас нажмем на запись. Запись пошла. При цели сразу в комплекте идет флешка на 128 гигабайт. По-моему, на 128 гигабайт. Что, кстати, ну, такой приятный бонус. Итак, пуля у нас ушла ниже и левее. Вот пулька ушла. Мы целились вот сюда. Потому что в тепловизоре прямо видно большое пятно черное и маленькое пятно черное. Я целился прямо вот сюда в середку. Улетело вниз. Сейчас будем делать корректировку. Вернемся обратно. Сместим крестик. Зафиксируем настройки. И попробуем сделать второй выстрел. Заходим в меню настроек. И убираем сеточку вниз. И я даже вам больше скажу. Я сейчас выстрелил. И я вижу, как горит точка попадания. Момент попадания выстрела. Внизу черная точка. Мы сейчас на нее попробуем крестик навести. И посмотрим, совпадает ли с нашим первым попаданием этот крестик. Как мне кажется. Потому что в тепловизоре я четко вижу маленькое черное пятнышко. В принципе, довольно-таки вообще очень просто. Можно по одному выстрелу привести более-менее прицел в нужную нам точку. Пробуем делать второй выстрел. Что я могу сказать. По пристрелке просто прицел Космос. Очень быстро, все легко сделали. Первый выстрел метили в середину фольги. Пуля улетела сюда. При правке прицельной сетки она горела. Это место попадания. Сместили крестик точно на нее. Целился сюда. Улетела на сантиметр правее. Ну, можно попробовать сейчас еще чуть крестик сдвинуть. И сделать еще один выстрел. Но я думаю, что этого уже за глаза хватает. Что можно отходить на 100 метров и стрелять дальше. Просто, если бы мы стреляли первый раз на 100 метров. Уже на таком расстоянии. У нас пуля могла улететь еще дальше куда-либо. И мы могли ее просто не найти. Так, третий раз стрелять не будем. Потому что там все вот прям в допуске. Сейчас уходим на дистанцию под 100 метров. Дальномерно попробуем замерить расстояние до цели. И произведем выстрел. В теории должно от сантиметров на 5 лететь выше. Потому что здесь дистанция маленькая. Да и по первому нулю. Или как там правильно называется. Ну, я не знаю, ребят, всех этих тонкостей снайперских. Но сейчас на 50 метров пуля летит так. На 100 метров она должна лететь чуть выше. И потом дальше уже идти опять на снижение. Так, делаем выстрел. И делаем увеличение на прицеле. В два крата. Итак, все верно. Так все и произошло. Брали в середину. Улетела выше на 5 сантиметров. И на 3 сантиметра, на 4 сантиметра вправо. Значит, и здесь, как мы целились на небольшое расстояние. Точно в центр. У нас ушло на полтора сантиметра вправо. На 2, да. Соответственно, на более дальней дистанции смещение идет больше. Ушло чуть правее. Мы сейчас подправим и сделаем еще один выстрел. Ой, включился дальномер. Дальномер показывает 90 метров. 91 метр. Классная штука вообще этот прицел. Итак, ребят, на самом интересном месте у нас села батарейка. Когда прибор пришел, я даже не ставил их на зарядку. Ни одну, ни вторую. Как они были с завода. Так я и установил. Ну вот одна села. Сейчас попробуем поменять. Ставить другую. Тянули. А, наоборот, вот так надо было. Мы ориентировались снять попадание. И примерно, уже далека его уже не видно, примерно вывозил крестик сюда. Скорее всего переборщил. Потому что здесь опустить опустил, а переборщил вправо. И пуля ушла у меня чуть левее. Сейчас поправим еще чуть. И сделаем последний выстрел. Я думаю, что все будет идти у нас вот сюда. Сейчас все сделаем. Все. Корректировки сделали. Сохранили. При снятии батарейки поправки не сбиваются. Слава богу. Я потом слышал, что они сбились. Нет, все нормально. Делаем картинку в картинке. Либо на восьмикратном увеличении и стреляем. Ребята, идеально просто. Сделали поправки. Целились четко в середину. И пуля прилетела четко в середину. Не в девятку, не в восьмерку. Точно в десятку. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Охота Первого Лица. И смотрите охоты с тепловизором Сайтонг на зверя. Хотел проверить дальнобир, ребят. Включаю, не пойму. Что за ерунда? Три метра, три метра, три метра, три метра. Куда они наедут три метра, не пойму. На супругу навожу три метра. На машину навожу три метра. Думаю, что с дальномером? Оказалось, это колпачок от крышки. Он просто его перекрыл сбоку. И он его отсчитывает, и погрешность идет. Сейчас все четко показывают. До мишени девяносто один метр. Вот здесь от нас прямо палатка пастуха. Баранов пасают, еще что-то. Такая она там, кибиточка сделана. Хочу замерить до нее расстояние. Мне казалось, что метров 200. Сейчас посмотрел дальномер, показывает 160. Да, все правильно. Нет, 150 показывает. А до дерева? До дерева 250. За ним дальше дерево 250. 270 еще за одним деревом. Наш тест подошел к концу. Мы пристреляли сайтонг на наш карабин Туркуа. Мы попробовали дальномер. Мы попробовали. Мы только палитры не пробовали. Мы так перелистнули, а на них не пристреливали. Попробовали запись, видео. Попробовали картинку в картинке. Мне, на первый взгляд, мне очень понравился прицел. Единственное, что меня смутило. Я испугался, что при замене батарейки может слететь настройки. Ничего не слетело. Все четко. На 100 метров попали в десятку. Крайним выстрелом, когда уже все отредактировали, попали в десятку. Смотрите охоты с сайтонгом, с карабином Туркуа на моем канале Охота Первого лица. Не прощаемся. Всем не фухмпера.